Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Сегодня мы поговорим про производство конфигурации ERP. Вы видите на экране наши контактные данные, телефоны, электронную почту, телеграм-каналы. Вести нашу встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина, и вы видите адрес нашего сайта. Если по каким-то причинам вам не удалось, например, досмотреть до конца нашу встречу или время оказалось неудобным, мы немного позже выкладываем запись нашего вебинара, и, соответственно, вы можете вернуться, посмотреть в удобное для вас время, и, может, еще какие-то материалы вас заинтересуют. Итак, сегодняшняя наша встреча будет проходить вот по такой программе. Мы будем смотреть нормативные материалы на слайдиках и будем переключаться с вами на конфигурацию на дымовазу вот таким вот образом и смотреть уже то, что проговорили с вами в теоретическом формате уже на практике, так сказать, на местности. Если у вас возникнут какие-то вопросы по ходу встречи, мы будем очень рады обратной связи, будем рады, вам помочь, ответить на вопросы, и пишите любыми удобными для вас способами вопросы. Если они будут не в рамках вебинара, мы сможем на них более подробно ответить, и, соответственно, уже предметно касательно вашей ситуации. Сначала еще немножко восстановим памяти теорию и потом перейдем к практическим вопросам. На самом деле блок производства – это самый такой сложный в настройках блок и сложный он тем, что необходимо заполнить много справочников. Необходимо активировать дополнительные функциональные опции, и это всегда возникает, вызывает много вопросов, ну и, соответственно, затруднения. Мы поговорим про методики учета, как организован сам процесс, про настройки справочников подробнее с вами поговорим, и рабочее место рассмотрим максимально подробно, насколько успеем по времени – это формирование сменных заданий. Как это происходит, как контролируется, какие отчеты мы можем про это получить в системе, ну то есть про все, в общем-то, подробности, которые касаются внутри цехового учета. Немножко истории, то есть, скажем так, модуль производства, на самом деле, это очень емкое производственное решение, программное решение, которое позволяет ввести и планирование, и диспетчирование, и позволяет учитывать все этапы производственного цикла. Но, к сожалению, вот я уже говорила, очень большое имеет количество настроек. Мы сейчас немножко, так сказать, основные моменты вспомним и посмотрим, как это мы будем выполнять. Но напомню, что когда мы настраиваем производственный блок, то настройки, активация дополнительных опций обычно доверяют ввести тем пользователям, которые имеют полные права, то есть наиболее грамотным специалистам. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу. Вот таким образом. Вот он наш блок производства. И, как вы видите, у нас здесь есть и межцеховое управление, и внутрицеховое управление, и внутрицеховой учет. Мы с вами сегодня будем более внимательно творить внутрицеховое управление, и, собственно говоря, рассматривать рабочее место для формирования сменных заданий. А сейчас снова вернемся к нашим слайдам. И что же это такое за место, и для чего создан документ сменное задание. То есть сменное задание – это документ, который позволяет систематизировать очередность выполнения работ, передачу определенных работ разным исполнителям, бригадам, например. Но для того, чтобы подступиться, так сказать, к формированию сменных заданий, нам нужно проверить, какие у нас настройки созданы. Как мы с вами знаем, в конфигурации ERP большинство настроек начинается с раздела НСИ и администрирования. И, соответственно, в этом случае у нас будет работать и НСИ и администрирование, но не только производственного блока, а несколько других. Во-первых, естественно, нам нужно будет проверить, какие настройки установлены у подразделений, точнее, у производственных подразделений. Для того, чтобы это сделать, мы с вами отправляемся в конфигурацию, выбираем блок НСИ и администрирование. И, собственно говоря, это у нас с вами грубые настройки, так сказать, активация функциональных опций. И мы с вами должны будем в раздел производства зайти и проверить настройки, которые у нас созданы. Ну, во-первых, то, что активировано само использование производственного блока. Во-вторых, те опции, которые включены, то есть проставлены чекбоксы, вот такие красивые зеленые флажки. И, соответственно, определится изначально методика работы, каким образом у нас будет осуществлена. То есть мы будем использовать заказы на производство, мы не будем использовать заказы на производство. И каким образом будет методика управления, то есть вот здесь вот выбрана или не выбрана, так как методика нам доступна без графика планирования производства. То есть это самая простая методика. Используется в основном либо для каких-то несложных, не длительного цикла производственных, производства готовой продукции, либо при серийном производстве. Доступна также по материальным ресурсам. Если мы выбираем здесь другой метод управления, то у нас меняется и интерфейс подсказки, то есть тематической справки. Вот мы его видим в этой строчке. И, естественно, у нас уже в этом случае нам доступны и графики, и потребности материала, то есть те материалы, которые у нас имеются в остатках. Ну а если мы выбираем планирование по материальным и производственным ресурсам, то в этом случае мы уже имеем возможность настраивать и доступности рабочего центра, и потребности в материалах, и, соответственно, графики разные рассчитывать. То есть в зависимости от того, какой мы выбрали метод, мы уже в дальнейшем будем делать настройки в блоке производства. Я не буду затрагивать остальные пункты, хотя, конечно, здесь много информации, которая будет пересекаться с тем, о чем мы сегодня с вами разговариваем. Но кроме этого блока, то есть кроме раздела НСИИ, администрирования, блок производства, мы с вами столкнемся с тем, что нам необходимо просмотреть структуру предприятия и, соответственно, подразделения, подразделения и склады. То есть структуру предприятия мы с вами можем посмотреть в разделе НСИИ, администрирования, НСИИ, то есть нормативно-справочная информация. Эту настройку мы должны задать с вами до начала работы. То есть, соответственно, у меня в примере вот таким образом настроено распределение. Ну, естественно, в вашем это будет в соответствии с вашими бизнес-процессами. И здесь, как вы видите, это для примера, какие доступны варианты настроек. То есть у меня вот папка «Производственное направление». В нем разные виды производства и, соответственно, разные виды участков. В участках, вот мы зайдем посмотреть, в участках нас интересует настройка. То есть словами я могу написать все, что угодно. А вот когда я захожу в настройку участка, здесь по гиперссылке «Изменить» я уже могу установить конкретно, что это у меня, например, производственное подразделение. И на закладочке «Производство» задать более точные параметры. И, например, учет работы сотрудников. То есть как у меня будут связаны исполнители. Это будут индивидуальные сотрудники, конкретно бригады. Вот как в моем случае установлено. Или будут и бригады, и работники. Ну, то есть, соответственно, выбрать нужный мне вариант. Напомню, что вот я сейчас то, что смотрю, это у меня уже настроенное подразделение. И мне недоступно для редактирования. Но если я вдруг обнаружила, что здесь что-то было задано неправильно, или, например, присутствуют какие-то орфографические ошибки, например, то для того, чтобы вернуться и поправить ошибку, мне нужно отменить запрет редактирования. Это у нас происходит не только в этих документах. Это в большинстве, собственно говоря, других справочников используется тоже. То есть через кнопочку «Еще» нам доступна отмена запрета редактирования. Когда я выбираю это действие, у меня программа спрашивает «Уверенны вы в своем уме?» Я говорю «Ах, да». Нажимаю запрет «Меняется». И мы можем, соответственно, использовать этапы, допустим, использовать сменные задания. То есть как раз-таки тот документ, про который мы сегодня будем говорить. Ну и выполнять другие настройки, которые нам нужны. Я не буду сейчас вносить изменения, потому что когда уже созданы, например, те же подразделения, то есть орг структура, уже, соответственно, созданы документы, которые связаны с этими настройками, уже отменять, вносить изменения, отменять запрет на редактирование, чревато неприятными последствиями, то есть у нас потом могут возникнуть пустые ссылки и другие неприятности. Поэтому мы отменяем, нет, не сохраняем изменения. Это мы только для справки, то есть смотрели, как устроены подразделения, то есть какие данные нам потребуются для дальнейшей работы. Снова переходим к нашим справочным данным, нормативным, так сказать. И, собственно говоря, немножко поговорим про само сменное задание, для чего они используются. То есть это документ, который распределяет работу между сотрудниками или рабочими центрами, то есть или какими-то смешанными исполнителями. Здесь у нас можно самостоятельно выбирать, то есть из списка, ну, собственно говоря, вот вы видите на экране схемку, мы можем, например, выбрать токарные работы с разных заказов, можем выбрать слесарные работы, которые вот тоже относятся к разным заказам, но их будут делать на одном станке или их будет выполнять один и тот же сотрудник. Ну и, соответственно, подготовить сменное задание, что он должен в течение дня выполнить. Снова вернемся к нашим настройкам. Вот такой слайдик посмотрим. Это, собственно говоря, то, куда мы с вами уже сходили, то есть блок подраздел производства и настройка внутрицехового управления. Обратите внимание, у нас есть внутрицеховое управление и есть внутрицеховой учет. То есть мы с вами сейчас разговаривать будем о внутрицеховом управлении, ну и, соответственно, про документы контроля, про отчетность, которые у нас здесь будут доступны. Немножко теории. То есть мы можем выбирать два варианта. У нас есть планирование операции, то есть мы можем использовать сменные задания или использовать по операционное планирование. То есть два варианта мы не можем использовать. Либо один, либо другой. То есть, соответственно, мы с вами сегодня будем рассматривать сменные задания, а по операционное планирование – это уже тема отдельная и для отдельного вебинара. Соответственно, мы с вами посмотрели настройки, которые связаны с подразделениями, и можем двигаться дальше. У нас в этом случае мы смотрели производственные подразделения, и вот такие отметочки мы с вами уже попробовали, проставляли. Напоминаю еще раз. То есть когда мы создаем производственное подразделение, мы в первую очередь выставляем флажок, что это у нас используется в производстве. и что мы используем сменные задания. То есть после этого мы можем уже к другим настройкам переключаться. И вот посмотрим с вами это слайдик, когда мы настраивали параметры. И это уже когда мы конкретно вошли в задания графиков, например, выбрали вот такую настройку, и используем сменные задания. Сменные задания вообще на самом деле очень интересный документ, и он на самом деле позволяет контролировать и работу мастера смены, и работу непосредственных исполнителей, которые уже работают на станках или рабочих центрах или вручную выполнять. Ну, то есть разные вариации настройок. Значит, мы сейчас с вами вернемся к нашей демо-базе. Эту структуру подразделения мы уже посмотрели. Так и вот так. Это нам пока еще не нужно, мы сюда не дошли. В разделе производства смотрим, что же у нас входит в блок внутри цехового управления. Ну, выполнение этапов мы, к сожалению, сейчас не сможем рассмотреть. Значит, мы будем разговаривать про формирование сменных заданий, про контроль этих сменных заданий и что у нас есть в этом как вспомогательные инструменты. Значит, выполнение операций нас интересует тоже, и выполнение сменных заданий – это два разных рабочих места. Выполнение сменных заданий. Выглядит интерфейс вот таким образом. Значит, естественно, мы выбираем подразделения, которые создали. Если мы здесь выбираем «Показать все», то, соответственно, мы выбираем подразделения, которые уже созданы, которые у нас в организационной структуре. Мы заполняли справочники. И выбираем конкретное подразделение, которое будем, ну, например, которое будет у нас сейчас работать. Я выбираю цех управления, цех обработки деталей. И здесь у меня есть две закладочки. То есть в самом документе «Формирование сменных заданий» у меня доступно «Формирование заданий». То есть я формирую в разрезе «Исполнителей», в разрезе «Рабочих центров», по видам «Рабочих центров». И у нас здесь доступно нам еще «Редактирование смен». Сейчас мы посмотрим более подробно, и почему в данной ситуации оно у меня неактивно. Значит, закладочка «Сменные задания». Здесь мы видим журнал, общий журнал сменных заданий. То есть на самом деле нам доступны здесь возможности создать, то есть кнопочка «Создать». И через эту кнопочку мы попадаем вот такое диалоговое окно. То есть я выбираю «Смены». Естественно, смены – это тоже настраивается через НСИ и администрирование. То есть это дополнительные настройки, которые желательно делать до того, как начали работать. Если показать все, то мне доступны вот такие варианты. То есть, естественно, вы можете свои какие-то, если у вас используются, например, неполный день, неполная смена или дневная, ночная, вечерняя. Ну, то есть разные варианты, которые вы применяете. Здесь хотелось еще вот что показать. Здесь у нас недоступны отмены детактирования. Здесь мы можем только создать новую запись и, соответственно, назвать ее так, как вы в вашем производственном цикле называете. То есть, например, смена токарей номер один или там еще каким-то образом. И отметить графики, по которым будет считаться этот рабочий период. Например, через день, через два. И вот здесь вот с ложками. Если я проставляю в сложок, то мне становится доступно расписание. Например, это может быть не каждый день. Это может быть день, через день, два, через два. Ну, то есть я, соответственно, заполняю то расписание, которое у меня здесь доступно. И, соответственно, они будут включаться в график. Способ задания по умолчанию выставляется по неделям. Ну, естественно, мы можем взять и не по неделям, а по циклам. То есть два-три дня, недели без выходных, две недели на вахте. Ну, то есть любой вариант. И учитывать или не учитывать праздники. Потому что если у вас производственный цикл непрерывный, то, естественно, отдыхать 10 дней после Нового года бывает проблематичным. Можно текстовое описание добавлять, но смысл в том, что мы заполняем вот эти графики в соответствии с нашими производственными потребностями, в соответствии с местными локальными документами. То есть, так, нет, не сохраняем изменения. То есть, в соответствии с положением об оплате труда, с технологическими картами, с технологическими операциями. Ну, то есть, ориентируясь на ваши локальные нормативные документы. Я выберу, например, ну вот, самый простой выбрала. И у меня появляется здесь какая-то смена. И установка статуса. Обратите внимание, что статусы мне здесь доступны, сформированы и закрыты. То есть, когда я создаю новую запись, у меня статус по умолчанию выставляется, формируется. И потом, соответственно, уже подразделение выбирается. То есть, у меня оно уже создано, готово. И выбирается участок. То есть, это опять настройки, которые мы с вами делали в оргструктуре. И теперь мы переходим к заполнению табличной части. То есть, у меня есть операции, закладочка и закладочка дополнительная. То есть, в операции я могу... Нет, сейчас не будем делать, иначе мне придется дополнить много. Я ввожу те операции, которые у меня по технологии производятся. Например, сушка, покраска. И закладочка дополнительная. По умолчанию ставится текущий пользователь. Ну, естественно, может, если я настраиваю задание, допустим, для мастеров, то можно... То могу выставить и другого ответственного. Так, теперь мы это закрываем. Нет, мы не сохраняем изменения. То есть, нам доступны изменения. Доступны все созданные задания, которые существуют. И доступна еще одна очень интересная функция. То есть, по кнопке печать я могу выбрать и сменное задание целиком, и по исполнителям, если у меня, например, работает не бригада, а какой-то конкретный исполнитель. И задание для рабочего центра. То есть, например, у меня стоит аппарат пескоструйной очистки. И на нем работает несколько человек. То есть, я могу сформировать для них задание по рабочим центрам. И в этом случае у нас поформируются разные печатные формы. То есть, если я делаю сменное задание, у меня это выглядит вот таким образом. Отражается, какая смена выбрана. И здесь присутствует штрих-код, то есть электронный документооборот в этом случае может применяться, и не надо вводить вручную. То есть, я могу использовать вот эту функцию. И если я выбираю, соответственно, другую печатную форму, то в этом случае я могу распечатать, вручить, например, бригадиру под роспись и подшить сменное задание для того, чтобы уже контролировать, так сказать, на документальном уровне выполнение поставленных заданий. Подтвердив росписью бригадира то, что это все оформлено, вручено, доведено до сведения исполнительной. И теперь моя задача только осуществить контроль. Снова возвращаемся в блок производства. Это мы с вами смотрели формирование сменных заданий, то есть рабочее место. Еще раз сюда зайдем, то есть обратите внимание, это мы с вами на закладочке сменные задания ходили, так сказать. Вернемся на формирование сменных заданий, то есть, как мы говорили уже, по исполнителям, по рабочим центрам и по видам. И теперь, значит, если я выбрала какие-то, хочу новое сформировать, у меня смены уже настроены. Смены я выбираю из существующего списка, то есть вот, например, у меня вот этой, вот этой и вот этой сменам я хочу дать задания. Они у меня в цеху обработки деталей находятся, и участок, я могу выбрать участок номер 1, номер 2, ну вот выберем, например, номер 2. То есть вы видите на закладочке формирования заданий, у меня сразу эти выбранные смены отразились. И вот в этом, в этой части окна конкретно какая операция, например, у меня сушка выбрана. То есть вот эти смены выполняют вот такую операцию. Обратите внимание вот на эти пиктограммки. То есть я могу назначить операцию целиком. В этом случае она у меня переносится, она у меня уже назначена, и по моему технологическому процессу, она уже большее количество этих операций не предусматривает. Но если я вот эту клавишу использую, во вновь в создаваемых настройках, то у меня, соответственно, перенесется полностью сушка и в таком количестве. Но я могу назначить не целую операцию, а вот по этой пиктограммке я могу назначить какую-то, ну, например, дробную часть. Соответственно, у меня здесь отразится, кому конкретно, то есть либо исполнителю, либо бригадиру. Ну, то есть вот видите, у меня либо работники доступны, либо бригады. Ну вот, я делаю таким образом. То есть я выбираю тот, я выбираю, так сказать, жертву, кто будет выполнять это задание, эту операцию. Рабочий центр, это у меня уже должен отразиться. И сколько? То есть, например, 0,5. То есть ввела опять, извините. Ну, то есть количество операций могу создать, не целое, могу создать дробное. И время для выполнения этих операций. Обратите внимание, у меня отражается сразу подробности этой операции. Я могу по этой ссылке, по гиперссылке перейти и посмотреть, что сюда входит. Опять же, это отдельные справочники, которые можно заполнять по ходу возникновения в документе такого перехода. Но лучше, конечно, создавать такие технологические операции заранее, чтобы уже были предусмотрены конкретные наименования, как это в технологической карте, например, звучит, какой станок выполняет такую процедуру. Ну, то есть первоначальные сведения про эту операцию уже были заполнены. Естественно, на закладочке описания может быть текстовая, текстовая, например, последовательность выполнения этой операции. И основное это время выполнения. То есть контроль требуется в обязательном порядке. И мы с вами посмотрели, что это за операция. Маршрут, по которому производится. Например, сначала заправляется песок абразивный, потом выводятся какие-то дополнительные материалы, которые требуются. То есть идет описание рабочего места, которое мы должны либо заполнить, либо это сделали, например, технологи до того, как мы начали работать с документом. Ну, то есть, опять же, вы видите, справочников, которые обеспечивают функционирование такого документа, достаточно много. Это мы с вами говорим только о сменном задании. И уже сколько справочников нам необходимо было проверить для того, чтобы начать работать с этим документом. Соответственно, описание устройства мы не будем с вами смотреть подробно. Это описывается рабочий центр. И, соответственно, идет ссылка на этап производства, где применяется эта операция. Все мы тоже с вами это закрыли. Это мы посмотрели. И здесь у нас в этом формировании сменных заданий присутствует еще вторая в этой части задания. Вот такие операции можно назначить. Все к назначению и назначены. То есть это дополнительные фильтры, которые мы можем здесь использовать. Так, мы с вами это сейчас закроем. И возвращаемся снова к слайдикам. Значит, настройку параметров производственного объединения мы уже посмотрели. Значит, вот это рабочее место формирования сменных заданий, которые мы тоже только что смотрели. и напомню, у нас есть закладочки формирования заданий и есть закладочка сменные задания, то есть журнал, в котором отражаются все наши сменные задания. И у нас есть возможность их группировать, просматривать по-разному и так далее. А теперь вот такой слайдик я хотела бы вам показать. Значит, это ссылки, которые у нас доступны из этого журнала. И, собственно говоря, то, о чем я говорила, назначение операции, то есть просмотр по гиперссылкам, именно назначение операции, рабочих центров, маршрутов и так далее. То, о чем мы поговорили. То есть назначение, можно части операции, не обязательно целые операции использовать, и установление статуса операции. Теперь еще немножко поговорим про теорию. То есть кроме того, что мы создаем документ, сменное задание в программе, в конфигурации, у нас с вами есть еще ритуальная часть балета, если можно так выразиться. То есть вот такой слайдик мы сейчас с вами посмотрим. То есть при работе производственных подразделений на самом деле законодательно не регулируется составление или порядок составления отчетов самих или сменных заданий. Ну, естественно, по опыту и по производственному процессу для контроля такие документы создаются, и в этом случае мы регулируем их наличие местными, локальными актами. И это у нас могут быть, например, правила внутреннего трудового распорядка, например, требования какие-то, которые предъявляются к должностям, то есть к мастер-цеха или еще какие-то работники среднего уровня управления. Ну, вот вы на слайде видите, что в этом случае создается приказ о вводе действия журнала, то есть мы создаем документ, который регламентирует составление документа, порядок заполнения документа и порядок применения этого документа. То есть он у нас ввелся, например, приказом, дальше оформляется, как обычные приказы номер, дата, город составления и что конкретно мы вводим, то есть журнал выдачи заданий и требования, которые к этому предъявляются, кто составил и кто подписал. И, соответственно, таким же нормативным актом мы вводим сам документ, например, саму форму, как заполняется этот журнал и саму форму, утверждаем, саму форму сменного задания. Для чего это нужно? Для того, чтобы, соответственно, всегда была жертва, которая что-то сделала неправильно. Ну, если не утрировать, то это для того, чтобы был ответственный работник, который следит, например, за выдачами. И, собственно говоря, документооборот привязан к данному технологическому процессу. Как это оформлено в программе, мы с вами уже посмотрели. И, в общем-то, это основная задача, которая сопровождает этот процесс. Это получение печатных форм, получение автографов и, соответственно, систематизации и, соответственно, графика планирования выполнения операции, то есть контроль выполнения данных операций, то есть данных работ, которые были запланированы. Вот наш журнал, который мы с вами смотрели, журнал сменных заданий, варианты печатных форм, которые нам доступны. и, собственно говоря, само сменное, сами сменные задания, то есть с разными закладками, с разными фильтрами. теперь еще один слайдик мы с вами посмотрим выполнение операции, то есть внутрицеховое управление. Мы с вами смотрели формирование сменных заданий и теперь еще нас будет интересовать выполнение операции. Возвращаемся в наш слайдик, в нашу демо-базу, блок производства и вот внутрицеховое управление блок мы с вами рассмотрим выполнение операции. Почему выполнение операции? Потому что мы с вами операцию создали документ, документ, сменное задание, создали какую-то операцию по этому сменному заданию и теперь нас интересует, а что же произошло дальше. У нас доступно выполнение операции две закладочки, то есть операции сами по себе и контроль их выполнения. То есть сами по себе операции. Сейчас мы вот так вот сделаем. Естественно, мы отмечаем, что мы хотим посмотреть, какой цех выбираем, рабочий центр, например, предкострунный аппарат хотим посмотреть. И у нас в этом случае формируется список операций, которые имеют разные статусы. То есть у меня могут быть статусы выполнено, только создан, например, выполнено на контроле, ну, то есть разные статусы документа. И по кнопочке создать я могу создавать, соответственно, ну, соответственно, какие-то дополнительные, которых у меня еще не было, производственных операций. в этом случае мне будут доступны закладочки трудозатраты. Здесь я могу добавить виды работы. Это у нас с вами отдельный справочник дополнительный, который тоже желательно до начала работы заполнить, чтобы потом не возникало дугли и каких-то дополнительных сложностей. и закладочка дополнительная. На закладочке дополнительную нам с вами вот так доступны виды технологических операций. Ну, соответственно, виды это в зависимости от вашего технологического процесса. То есть у меня для примера введены вот такие варианты, но вы выбираете уже соответственно то, что ваши технологи рекомендуют заполнять организацию. Если я выбираю, то, соответственно, у меня только для данной организации это будет действовать. Ну, соответственно, я заполняю всю имеющуюся информацию и вот здесь вот хочу обратить ваше внимание, что заполнять нужно все поля, потому что если мы какие-то поля оставили незаполненными, то у нас это всплывет либо при составлении отчетности, либо при контроле. Ну, то есть какой-то блок информации у нас в любом случае окажется незаполненным и это, в общем-то, характеризует меня как грамотного специалиста или нет. То есть чем больше я оставила незаполненных полей, тем предполагается, что я этого не знаю и руководство может предъявить мне претензии вопросов. Итак, мы с вами посмотрели, как на закладочке операции действовать, то есть мы создаем новую или можем работать списком, выделяем какой-то список и теперь нас интересует контроль выполнения операции. А вот здесь у нас есть очень интересная функция, вот я хочу проанализировать, проконтролировать вот такие операции. Я могу установить фильтры, то есть выбирается конкретный работник или бригада, выбирается статус, если я статус выбираю, то значит я отмечаю какой конкретный статус, если не отмечаю ничего, не делаю отбор, то у меня выберутся все. И здесь есть очень интересная кнопочка проконтролировать. Если я ее нажимаю, то я выбираю дополнительный фильтр, который позволяет мне просмотреть, что я хочу. Например, я хочу выбрать статус готова или на доработку или брак, то есть в этом случае я перехожу по гиперссылке и у меня дополнительно операции для контроля будут заполнены. и как вы видите, то есть здесь в этом журнале я вижу, кто у меня исполнитель, то есть кто у меня дежурная жертва, какой документ это регулирует, сменное задание, там какой-то определенный номер и участок, который выполняет данную операцию. Значит, сейчас мы снова переключаемся на наши слайды. и значит мы с вами смотрели выполнение операции рабочее место и сейчас мы посмотрим выполнение операции и еще один момент. То есть мы с вами смотрели закладочки операции и закладочки контроля выполнения и здесь у нас доступны через кнопку еще дополнительно отчеты, которые мы можем сформировать и вот варианты, которые мы можем выбрать. Сейчас вернемся к нашей домобазе. Значит, у нас с вами производство, у нас с вами выполнение операции и в этом рабочем месте кнопочка еще на закладке операции и опускаемся ниже. Вот он у нас блок отчеты. Какие отчеты нам доступны? Ну, то есть всем известная структура подчинения, то есть иерархическая, права пользователей, ну, то есть движение документов, допустим, формируется у нас и мы нет у меня движения документов, извините, неудачно выбрала пример, но, собственно говоря, вот по закладочке еще, кроме обычных операций со списками и так далее, мы можем вызывать дополнительные отчеты. Переключаемся еще раз на слайдики и, собственно говоря, поговорить еще нам осталось немного времени, хотелось вот о чем. Снова переключаемся на наши слайды, на нашу демо-базу, вернее, извините, производство и, собственно говоря, кроме того, что у нас есть отчеты, которые мы с вами можем сформировать через шелку выполненной через переход, у нас есть еще целый блок отчетов по производству, которые нам доступны. Значит, если мы переходим сюда, то есть, естественно, у нас доступны и в разделе регламентированные отчеты стандартные бухгалтерские отчеты, то есть обратно-сальдовая ведомость и так далее, но поскольку у нас многие операции не содержат проводок, а содержат какие-то либо оперативные данные, либо управленческие, то у нас есть целый блок отчетов по производству. мы с вами, когда по нему переходим, видим вот такой достаточно большой набор отчетов, но значит, эти отчеты у нас доступны внутри цехового управления, вот мы видим отчеты, например, по выпуску продукции, по загрузке рабочих центров, ну, то есть, достаточно на самом деле объемный блок и блок внутри цехового учета, то есть, тоже наиболее часто встречающийся отчет, наиболее часто употребимый, наверное, вот так, и межцеховое управление, то есть, все, что касается заданий, сменных заданий и так далее, мы можем здесь посмотреть в уже готовом виде, можем добавить какие-то настройки, но часто возникает ситуация, когда, например, мы хотим, чтобы какие-то отчеты видели только определенные люди, определенные руководители, значит, в этом случае я могу использовать вот такую возможность, гиперссылка все отчеты, мы переходим по этой гиперссылке и получаем вот такой интерфейс, то есть, здесь у меня перечислены все отчеты, вот, допустим, по производству, вот, я хочу видеть внутрицеховое управление, я хочу внутрицеховой учет видеть, то есть, соответственно, у меня отражается, для некоторых это более удобный формат, потому что отсекается все ненужное, и, например, внутрицеховой учет я могу посмотреть вот в таких отчетах, а если я хочу добавить или наоборот убрать видимость, чтобы мне эти отчеты видели какие-то конкретные люди, то у меня есть вот такая возможность, я, например, выбираю внутрицеховое управление, выбираю конкретный учет, ну вот, допустим, вот такой, и нажимаю закладочку изменить, у меня открывается данный, сейчас вот так вот сделаем, немножко не видно, у меня открывается данный вариант отчета, и здесь у меня есть раздел с закладочками пользователей и разделы, и я могу подобрать тех пользователей, которые хочу, чтобы видели этот отчет, у меня сейчас стоит вот такой отбор, то есть все пользователи, но я могу, допустим, этот убрать, и мне доступна вот в таком интерфейсе возможность выбрать тех пользователей, которые меня интересуют, то есть вот я убрала всех пользователей, и теперь, допустим, пусть будут бухгалтера, вот у меня один бухгалтер на данный момент, и я хочу, чтобы только он видел этот отчет. Значит, я добавила таким образом этого пользователя. И теперь, значит, естественно, подобрать и закрыть. И вот он у меня добавился в список сотрудников, которые будут видеть этот отчет. Ну, естественно, если пусть записать и закрыть, то, соответственно, в правах этого пользователя это предусмотрено. Для других сотрудников это не будет отражаться. Не будет выбора этого отчета в списке. Так, теперь еще один момент. Соответственно, графики, которые у нас при планировании производства используются, мы с вами можем вызывать точно так же через, просматривать через отчеты. И это у нас межцеховое планирование, межцеховое управление. И, собственно говоря, мы наиболее часто используем отчет график производства продукции и к нему уже какие-то конкретные задания, которые выдаем для исполнителей. То есть, сам по себе документ очень позволяет оперативно контролировать процесс, находить виновников торжества, то есть, например, тех, кто виноват в выпуске бракованной продукции или нарушения каких-то технологических операций и так далее. Но, напомню, что у нас этот раздел, то есть, выполнение операций и работа со сменными заданиями требует первоначального заполнения дополнительно разделом СИИ и администрирования заполнения и блока производства, раздела производства и структуры предприятия и складов и магазинов. То есть, мы с вами структуру предприятия более внимательно посмотрели, но у нас еще с вами есть склады и магазины и в производстве они у нас тоже учитываются и, соответственно, вот, если я беру производственные склады, то вот такая у меня создана иерархия. В вашем случае, естественно, это делается в соответствии с вашими бизнес-процессами, но обратите внимание, здесь у меня есть и реальные склады, которые присутствуют в физическом выражении и могут быть виртуальные склады, когда мы используем виртуальный склад, например, брак на доработку. Ну, то есть, доступны любые вариации, которые вы себе используете в производстве и на эти настройки надо обращать максимальное количество внимания, потому что от того, как будет хорошо продумана структура, продуманы подразделения и, соответственно, заполнены рабочие центры, инструменты, оборудование будет зависеть удобство работы с этим блоком. Он самый трудоемкий, который есть в конфигурации и мы про это помним и внимательно относимся. На этом сейчас мы переключаемся с вами снова на слайдики и вот я вижу, что у нас тут есть в чате переписка. Сейчас я постараюсь на стол успею отвечать. На самом деле контроль выполнения операции это чье место ИТР или мастера цеха. Скорее всего, это рабочее место либо мастера цеха, либо если у вас есть какое-то структурное подразделение, то это специалист должен быть. ИТР чаще всего это либо бухгалтера, либо финансовые руководители. но если у вас есть какой-то человек оркестр, который хочет и может контролировать, то вы можете назначить это место соответственно ему. То есть здесь нет таких жестких ограничений. Телеграм-канал мы, к сожалению, не ответим. На самом деле жесткого ограничения по полномочиям сейчас еще раз вернусь на нашу домобазу здесь нет, потому что на самом деле у нас управление очередью заказов это отдельное рабочее место. Диспетчирование этапов это отдельное рабочее место. Выполнение этапов та же самая песня. Формирование сменных заданий и выполнение операций. Чаще всего это назначается либо начальник смены, либо начальник участка, либо может быть и бригадир, то есть жесткого расписания нет, но естественно чаще всего это функции рабочих специалистов, не ИТРовцев. ИТРовцы это у нас уже скажем так более более от не увеличенные от производства сотрудники. к сожалению у нас уже с вами время закончилось и я могу только сейчас вернуться к начальному слайду и мы еще раз повторяем наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграмм, контакты и адрес нашего сайта. Мы будем очень благодарны вам за обратную связь. пишите, присылайте свои пожелания, свои вопросы. Мы постараемся как можно быстрее на них ответить. Наша компания достаточно уже давно занимается программным обеспечением 1С и мы выполняем все операции и настройки и установку и доработки какие-то. Короче, весь спектр услуг, которые связаны с программным обеспечением 1С. И мы будем рады оказаться вам полезными, приглашаем вас к сотрудничеству, так что звоните, обращайтесь, мы будем очень рады. А теперь разрешите поблагодарить вас за внимание, которое вы нам уделили, за время, потраченное на участие в нашем вебинаре. Разрешите пожелать вам хорошего дня, надеемся дальнейшие контакты. Всего доброго, благодарю вас. Редактор субтитров Корректор Корректор